Яма не по ГОСТу. В Твери сотрудники госавтоинспекции проверили состояние дорожного покрытия в московском районе города. На улицу Псковской инспекторы вышли не с полосатыми палочками, а с рулетками-измерителями рейками. Каков был вердикт представителей ведомства в материале нашего корреспондента? Вооружившись специальным приспособлением, которое на профессиональном языке называется рейка универсальная, государственный инспектор дорожного надзора регионального управления ГИБДД Михаил Симонов подходит к внушительному виду выбоини на Псковской улице в московском районе Твери. Задача сотрудника регионального управления ГИБДД зафиксировать размер ямы и узнать, соответствует ли она установленному ГОСТу. Меряем глубину. Наша глубина, получается, составила 7 сантиметров. При предельно допустимом значении 5 сантиметров. Не соответствует нормативам и площадь этой ямы. При допустимых параметрах в 0,06 квадратного метра размер этой выбоины составил почти 1 квадратный метр. Аналогичная ситуация и вот с этой ямой, которая была обнаружена здесь же на Псковской. Производим замер глубины данного повреждения. Оно составляет 6 сантиметров, что превышает на 1 сантиметр предельно допустимый размер. А ведь каждый день по этой улице проезжают сотни автомобилей, в том числе и общественный транспорт. И любой водитель рискует угодить колесом в яму. И хорошо, если дело закончится лишь поврежденным бампером. Проверка состояния дорожного покрытия именно на улице Псковской не случайна. Сейчас это важная дорога для московского района города. К примеру, она связывает микрорайон Брусилова с Октябрьским проспектом, где располагается ряд крупных торговых точек. Отметим, что допустимую величину ям и выбоин на дорогах страны в настоящее время контролирует соответствующий ГОСТ. Согласно документу, если повреждение на дороге 15 или больше сантиметров в длину, 5 или более сантиметров в глубину, а площадь его превышает 0,06 квадратного метра, то такая яма государственному стандарту не соответствует. В таком случае сотрудники госавтоинспекции выдают предписание об устранении нарушения. Проще говоря, обязывают местные власти ликвидировать повреждения на дороге. Сотрудниками ДПС при выявлении недостатков содержания дорог составляются акты, которые позже передаются в подразделения Дорожного надзора для принятия мер надзорного реагирования. В 2020 году сотрудниками госавтоинспекции в рамках принятия мер к устранению выявленных нарушений выдано более тысячи предписаний и составлено более 100 административных материалов. Как поясняют в региональном управлении ГИБДД, если вы пробили колесо, подвеску или как-то иначе повредили свой автомобиль на яме, не соответствующий ГОСТу, то вы можете взыскать возмещение ущерба с дорожных служб, ответственных за данный участок дороги. После дорожного инцидента замерьте яму. Не лишним будет и сфотографировать повреждения дорожного полотна. После этого вызывайте на место ДТП сотрудников ГИБДД для фиксации дорожно-транспортного происшествия и оформления всех необходимых документов, в которых причиной инцидента будет указано именно состояние асфальтового покрытия. Следом специалисты советуют провести независимую техническую экспертизу, которая оценит характер и общую стоимость повреждений. Документы от ГИБДД и справку о техэкспертизе следует отправлять в адрес дорожных служб, ответственных за данный участок дороги. Если досудебная претензия не будет удовлетворена в срок, то можно смело подавать в суд и требовать возмещения ущерба там. А если вам не удалось добиться справедливости и вы считаете, что правда на вашей стороне, обращайтесь в редакцию нашего телеканала по номеру 300 341. И мы поможем вам разобраться в ситуации и довести дело до конца.